Привет, друзья! С вами Диванная Формула. Это 5 быстрых выводов в Гран-при Бельгии. Дубль, бубль. Если в гонке стартует Макс Ферстаппен на Редбуле, то вообще все равно с какого места, с какой стороны, с какой стороны вселенной он стартует, получается, что он все равно выиграет. Это, может быть, весьма странно для кого-то, может быть, весьма даже уже бесит кого-то, но такова жизнь, такова реальность. Лучшая машина, лучший молодой гонщик, вот, собственно говоря, вот вам такая пара. Вновь уехал в космос от всех. Да, в этот раз Серхио был наиболее агрессивен, нежели в обычно, и очень, кстати, помог Максу, сделал дубль, но опять-таки отстал на какое-то просто сумасшедшее количество времени. Но, что есть, то есть. Ничего уже не отнять, так что продолжаем смотреть за тем, как Макс Ферстаппен выигрывает очередной титул здесь у нас в Формуле-1. Ну, и, возможно, начинаем смотреть на возвращение Серхио Переса, который оправился от своих душевных травм. По крайней мере, возможно, вот такой излишне чуть-чуть агрессивной ездой он пытается компенсировать как-то все и доказать, что все-таки никого никуда он больше не пропустит. Ну, как никого, кроме одного человека. Обгоны. Ну, тут особо-то добавить нечего, тем более это мантра современного автоспорта, но, меж тем, исторические, высокоскоростные, красивые трассы дарят нам, собственно говоря, красивые, высокоскоростные, собственно говоря, обгоны. За что им и спасибо. В этой гонке было много действительно красивых обгонов по внешней стороне, стороны поворота. В общем, что только не творилось. Действительно, вот прям гонка запомнилась не просто какими-то там обгонами, про которые никто ничего не понимает, а вот именно красивыми обгонами. То есть, когда вот эти атаки и вот это вот опережение соперника было действительно каким-то не очень-то обычным. Больше здесь, собственно, добавить и нечего. Пускай диванный эксперт что-нибудь добавит. Степанк, верните, паду! Вот теперь уж точно всё. Последний самурай. Самурай, может быть, и последний на данный момент, но явно не последний. Вообще, хочется отметить Юки Цуноду. Неплохая гонка для него, я бы даже сказал, хорошая. И вообще, я в очередной раз для себя подчеркнул такую вот мысль. Юки Цунода, он либо вообще вот то, что называется пословицей или грудь в крестах, или голова в кустах. Потому что Юки Цунода либо очень классную гонку проводит, опять-таки, вот с такими интересными обгонами, с агрессивными атаками, прям вот как будто бы что-то с ним случается, не знаю, растишки поел и полетел. Либо вообще просто в никуда, просто в какие-то тартарары вся гонка летит, то в лес, то под дрова, там травы накосил, кустов нарубил, вот только так и финишировал, если финишировал. В общем, забавный персонаж у нас Юки. Эта гонка для него получилась очень хорошей, так что ему, конечно же, за эту гонку прям-таки респект. Мук Ларен. От слова мука, потому что по-другому и не назовешь. Опять эмоциональные качели, опять интересно начали уикенд, опять было прям вот все здорово, и все опять радовались. Но вот, знаете, вот я, естественно, сейчас ничего не читал, еще ничего не смотрел, потому что я только что посмотрел гонку, мне нужно выпустить выводы. И опять-таки, весь вообще смысл быстрых выводов, это просто сказать свои быстрые эмоции и впечатления от гонки. Так вот, если бы я, собственно говоря, смотрел эту гонку лет 15-20 назад, я бы подумал, что тупо, знаете, подумали, что будет дождь и оставили мокрые настройки. Сейчас вроде как никто так не делает, все все равно стараются как-то сбалансировать машину, тем более не обещали как такового дождя. Да, но ощущение, что вот вся машина была настроена на вчера, на влажные условия, на позы вчера, собственно, там и настраивалась, а сегодня вот не ехалась от слова совсем. Да, мы понимаем, что Оскару Пиастри просто досталось на орехи от внезапного Сайнца, но вот что творил Исландо, я так и не понял. Под конец раскатился, эмоциональные качели вернулись, и вроде как, конечно же, его финишная позиция – это прям награда для болельщиков. Но в целом это, конечно, просто какой-то вледол и какая-то достойная замена теперь красной команде, но единственное, что эти все-таки, мне кажется, поменьше косячат. Подхватят. Ну, собственно, если где-то проваливаются одни из вот этой крепкой, из крепких середняков-хозяйственников нашего с вами Пелотона, то, собственно говоря, остальные сразу же подхватывают. Тут и Алонсо, тут как тут, который, собственно говоря, я думаю, что тоже должен быть очень рад и вновь, наверное, начнет говорить свое. Ой, мы не знали зимой, что можем быть так высоко, не переживайте, это супер достижение для нас. Конечно же, Мерседес как тут, как тут подхватит, да и все в целом. Мне кажется, вот здесь к середине сезона много кто подтянулся. Радостно за Вильямс, немного радостно за Альфа-Ромео, да и за прочих-прочих-прочих. Да, может быть, ХАС немного огорчает, но в целом, в целом очень классно, и я думаю, что мы так достойно уходим на эту летнюю паузу. Интересно, что они нам теперь такого через этот самый месяц покажут. Лишь бы, конечно, не вот так. Вот и все, друзья, это были пять быстрых выводов в Гран-при Бельгии. Уже завтра это мнение может измениться, может измениться оно к традиционному обзору по итогам Гран-при. Может оно измениться к подкасту, который выйдет сейчас немножечко попозже, как только Тимур Евгеньевич вернется из отпуска своего. В общем-то, друзья, спасибо. Формула-1 уходит в отпуск. На коротенький отпуск, может быть, уйду и я, но в основном, конечно, продолжается в том числе комментаторская работа. И будет работа с каналом, настало время выкладывать ролики не только с обзорами. Ладно, все, заболтался, пойду отдыхать. Вновь сильно устал. Привет вам, респект, уважуха, обнимушки. И вообще, да здравствует летняя пауза. Август, может быть, он будет жарким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...